Это мы уже сейчас говорим не о сегодняшних мероприятиях, посвященных памяти героев Небесной Сотни, а о событиях, которые продолжают происходить вокруг Украины. Вы, наверное, в курсе того, что встретились сегодня, двустороннюю встречу провели в Париже президент Франции Франсуа Аллан и канцлер Германии Ангела Меркель. Вот меня, например, удивила одна фраза, которая была сказана на этой конференции. Алланд заявил, что в отношении любой страны, которая не будет придерживаться минских договоренностей по Украине, будут применены санкции. Любой страны, которая не будет... А какой любой стране? Ну, понятно, что вот есть Россия, да? Что же он намекает на то, что и против Украины могут какие-то санкции быть применены? Валерий. Добрый вечер. Дякую за возможность высловитись. По-перше, я хотел бы, не знаю, Бернард еще в студии или нет, подякувать ему за то, что он последовательно и в Франции, и по всему свету поддерживает Украину уже давно, и особенно в этот непростой период. По-друге, я действительно сейчас уже в адміністрации, потому что произошла сегодня разговор президента Украины с вецепрезидентом США Джосефом Байденом, и идет такая интенсивная постепенно работа дипломатичная, но перед этим я был на Майдане. И я скажу, что много в чем параллели можно проводить, ситуация, которая сейчас, ситуация, которая была р год назад, но очевидно, что сегодня мы доходим до определенной точки кульминации, и в этом связи все европейцы, и Франсуа Ланд, и Канцлер Меркель, которые вклали очень много в такую дорожню мирную карту, сегодня где-то разогублены. Продолжение в том, что они рассчитывали на... ну, возможно, они не верили в это, но все-таки они думали, что змусять ту сторону, о которой вы говорите, а это Россия, не нужно там шукать другие стороны. Какие санкции против Украины? Украина, которая страждает под агрессором? Украина, которая окупована территория? Про какие санкции вы говорите? Очевидно, что это Россия, и очевидно, что сейчас решается вопрос дальше, тиску, потому что мы видим, что продолжаются обстрелы и порушение режима прекращения огня, вогню, вибачте, широкого, под Донецким аэропортом. Не допускают, вот сейчас, на момент цей, не все пункты допускают миссию ОБСЕ, снова же таки, не допускают. Мы сейчас говорим о миротворцах, и мы видим в этом какой-то вариант, все-таки гарантий, свидетельствий о том, что происходит. Потому что с Россией происходит дивный диалог. Такое впечатление, что Россия и президент Путин живут в своем каком-то закрытом мире, в каком позиции знает только представитель ООН Чуркин. И мы живем вот с этой Чуркиниадой. То есть, извините, я не дипломатично висловлюсь, но это настолько уже много раз зазначено, когда один свет установит одни факты, а представитель ООН Чуркин, абсолютно инш. Вы сказали, что это не очень дипломатично. Мы должны выйти в свет, это резко, и это уже накопичилось. Мы должны выйти в какой-то один свет координат, где и Россия, и Захид, и мы, Украина, мы говорим про одни и те же самые вещи. Если есть российская оружие на территории Украины, мы называем вещи своими именами. Она есть здесь. Если Россия может сделать шаг, в частности, в Раде безопасности ООН по миротворцам, мы говорим про это. Да, Россия окупировала часть украинской территории, но Россия – ядерная держава, член Рады безопасности ООН, от нее также многое зависит. То есть, очень сложный свет, непростой, но в этом сложном мире мы должны остановить войну, трагедию для всех в 21-м столетре. Валерий, у меня есть уточнение. Вы только что сказали, что мы подходим к кульминационной точке. Что Вы имели в виду? Какую кульминацию? Какие варианты Вы рассматриваете? Это может быть усиление, эскалация конфликта на Востоке, полномасштабное вторжение, как вариант введения военного положения в стране. Валерий. Мы подошли до той точки, где нам была зрозумела дорога. То есть, мы шли Минскими договорами, где было все расписано. И, в принципе, стороной этих договоров есть Российская Федерация. Было понятно, что делать. И сейчас мы подошли до точки, когда мы знаем, что делать, но не знаем, какой механизм гарантии или действий должен быть использованы. Мы предлагаем миротворчивость. То есть, я скажу эту точку кульминации, сподеваясь на мир, а не на войну. Но, если в ближайшее время не найдется механизм, которые бы обеспечили выполнение Минских договоров, от которых мы не отменялись, именно договоров, не подхода к их выполнению, а именно тех базовых принципов, которые были закладены уже давно. Если этого не будет сделано, то будет понятно, что тогда будет дальнейшая эскалация. И тут только оборона Украины будет основным приоритетом. Может, дипломатичная работа выйдет на задний план. Валерий, последний вопрос, наверное. Я понимаю, что у вас рабочий день напряженный продолжается, и вы должны, как говорится, возвращаться к станку вашему внешнеполитическому. Но вы можете приоткрыться? Нет, я готов с вами подискутировать. У меня есть еще час. А, вот так вот? Ну, хорошо. Значит, тогда мы вас не отпустим. Тогда вам придется еще чуть-чуть подождать. Может быть, в студии потом будут вопросы. Но у меня один вопрос, потом просто у нас другой телемост, и мы будем вынуждены прерваться. Так вот, Валерий, скажите, пожалуйста, о чем с Байденом поговорил президент? И можете ли вы как-то приоткрыть там какие-то детали разговора? Я так понимаю, что это было только что? Ну, очевидно, это было немного раньше, но, в принципе, я могу сказать, что темы обговорения, они где-то схожие. И последние уже несколько недель в режиме постоянного диалога перебивает президент Украины с световыми лидерами. Темы очевидны. Это каким образом домогтися режиму прекращения огня, после которого можно будет выводить технику. На жаль, этого никак не можно установить. Каким образом натиснуть, или какие заходы должны быть для тех, кто порушает все договоренности? И это идет про общую позицию Европейского Союза, Соединенных Штатов, где Россия хочет их разбить, эту общую позицию. А мы, наоборот, как это не дивно, Украина сейчас ее консолидируем. Поэтому, по штуке этого уровня поддержки санкций, поддержки оборудовательности, которые бы не разделили Европу и Соединенные Штаты с одного боку, Европейский Союз в середине. И, наоборот, дав бы Украине серьезную следующую помощь для того, чтобы сбалансировать асиметричные отношения с Российской Федерацией. Потому что неспоставные ресурсы, и только за допомогой партнеров мы можем сбалансировать наши возможности, и таким образом привести до реализации договоренности, а оттуда до мира, а не войны. Валерий, 25 числа в России ожидается экстренное заседание Совета Федерации. Будет рассматривано повестки дня Украина. Каких заявлений, каких решений вы ждете оттуда? Вы знаете, я, насправде, чекаю больше решений в середине краины, и от Брюсселя, и Вашингтона, чем от Москвы сегодня. Потому что позиция Москвы нам уже зрозумела. Я думаю, что, ну, отверто говоря, парламент в России не отиграет той роли, которую отиграют парламенты в демократичных краинах. Там решение принимается персонально президентом Путином, поэтому я ожидаю, скорее всего, от него. Больше твердые оценки, прогнозы ситуации и понимание, что сегодня, дающи наказ про остановку войны, он спасает себя в России. Просто, понимаете, есть опасения от того, что Путин снова получит от Совета Федерации, ну, возможно, по его же указке, естественно, право на введение войска. Кстати, о войсках, о самой идее привлечения миротворческих батальонов к разрешению ситуации на востоке Украины. Есть люди, ну, мнения экспертов, которые аплодируют этому стоя и говорят о том, что Россия практически загнана в мышеловку, в ловушку. Но есть и те, кто понура утверждают, что Украина тем самым призналась в том, что она проиграла эту войну. Прокомментируйте вы, пожалуйста. Ну, знаете, есть разные думки. Мы, на самом деле, в многих местах миротворческих, они как раз и использовались в странах, которые не чувствовали, что они что-то програли. Они, наоборот, были спрямованы, действия их на установление мира. И если мы видим в этом все вместе действующий инструмент, то есть обеспечение суверенитета Украины. Я думаю, что это абсолютно не прогресс. Это первое. По-другому, война гибридная и действия гибридные. Поэтому, вы знаете, мы сегодня говорим о том, что в такой войне можно победить только спираясь на людей, на их понимание. Я надеюсь, что миротворческие силы, которые бы повертали людей назад, до своих домов, тех людей, которые сейчас из Донбасса выехали, которые сейчас тут ждут в регулировании ситуации. И если бы они были там, они бы уже абсолютно не погодились бы с тем, что кто-то ходит с оружием безцельно и только занимается тем, чем мы сейчас спостерегаем. То есть я надеюсь, что и миротворческая операция, если она будет использована, и повернение людей на Донбасс даст возможность другого взгляда на развитие, на будущее. Так, там уже много чего зруйновано. Но так или иначе, я верю в то, что у нас есть шанс для того, чтобы не держать этот конфликт горячим, как на кшталт сирийского, на этой территории. Но все-таки выйти на решение. Люди ждут очень простых вещей. Миру, нормального життя. И все, что этому сприяет, нужно делать. Как бы там не оценивало Зоня. Ну что ж, господа, может быть у кого-то из здесь присутствующих есть желание? Если можно. Пожалуйста, Иван Яковин, хотел бы, журналист Иван Яковин, украинского еженедельника «Новое время», хотел бы вас о чем-то спросить. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что Россия живет в какой-то другой реальности, не воспринимает никаких аргументов, которые предлагает ей Запад и Украина. Каким образом можно вывести Россию из альтернативной реальности в реальную реальность? Есть ли какие-то рычаги давления на Москву у Украины и у Запада? Я знаю это, потому что у меня родители в России. И, ну, разума майже уже неможлива, потому что мы живем в разных информационных средствах, мы уже не говорим про одни и те же самые факти, как основу для разумов и для дискуссии. От, чтобы не зберегти на майбутнє, а нам жить с Россией, с людьми, не с Путином, нет. Нам жить с российским народом, с народами России, в майбутние столетия. Я думаю, что ничего не изменится. На нашем кордоне, в певничном, будет Россия, навряд ли там будет Канада. Поэтому, как нам строить на майбутнє стосунки, это величезно, Британія. Вот подивіться, все відбувається невеличкою группою, никаких горизонтальных зв'язків немає. И вот эта прерва, я думаю, что ей подолати будет набагато складніше, ніж навіть закінчити войну. То есть я правильно вас понимаю, что нет никаких рычагов давления на Москву, ни у Украины, ни у Запада, кроме экономических, которые, очевидно, не работают? У Украины есть только один вариант. Это оборона. И, соответственно, каждый загиблый россиян, который верится назад в труне, это аргумент для российского общества про безглуздие этих действий. Что касается Захода, то в Заходе есть механизмы. Надание большей помощи Украине в обороноздатности и больших санкций экономических, персональных, структурных и, например, SWIFT. Где не будет возможности где-то користоваться платежной картой, платежными системами для россиян за кордоном. Это повернение в радянские часы. Вы помните, когда были там картки, которые можно было каким-то образом... А что ваши западные партнеры говорят? Отключение SWIFT это реально сейчас? Они вообще говорят об этом? Или потому что складывается впечатление, что это какая-то очень далекая перспектива? Вы знаете, они таким образом действовали, что загроза санкций эффективнее, чем сама санкция. Сейчас они переходят от другого. Введение санкций в разе невыконания умов. Вот, например, сейчас непрепинение в огню дальше могут ввести спильные санкции Европейского Союза, Соединенных Штатов. Это реально. Но про весь пакет сейчас они держат всю последовательность запроведения санкций как механизм действий. Я не знаю, если это правильно или нет. Инкоги хирургия лучше, чем терапия, которая приводит к летальному результату. Но они выбрали такой шлях. Они играют в долго. Мы бы тоже играли в долго, но у нас гинут люди каждый день. Поэтому, на жаль, мы таку не можем воспринимать эту санкцию. Последний вопрос от Андрея Рьяна. Я еще хотел бы тоже задать вопрос. Проблемы, как бы, в его телу. И вот, как раз, что до того, что вы начали говорить, что до российского суспильства и его налаштованности сейчас. Чи не варто Украине всерьез, как раз, надовго зайнятися питаниями, власне, самои Росии? Что я имею на увазе? Росия – это страна, которая создает в себе абсолютный клубок противоречий. Проблемы национальных, релігийных, социальных, политических и так далее. Чи, возможно, в Украине нужно начать активнее использовать украинскую диаспору в России? Проблемы Кавказа, проблемы других национальных республик, проблемы каких-то антисистемных политических движений в России. И створювати, намагатися, створювати максимально свет до этого долучать. И створювати у России проблемы всередині. И это, власне, четко усвідомлено, что тут проблема, на самом деле, то, не в пропаганде последних лет. Проблема, что у нас уже 350 роков с ними проблемы. И они будут пророжаться, пока они будут империемы. Пока империя будет... Пожалуйста, это был вопрос Андрея Ильенко, партии Свободы. Ну, дякую. Скорее, было, в принципе, не питание. Это висловление оппозиции. Я только зазначу одну вещь. Развалена Россия, как это не парадоксально, это один из сценариев, который может происходить. Под ее обломками могут быть погребены и страны, которые рядом. Поэтому я скажу, может, непопулярную вещь. Я не хотел бы, чтобы разваливалась Россия. Я хотел бы, чтобы в России просто был другой режим, который бы работал совсем в другом направлении. А леонии... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok